Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Именно на Рязанской земле находится мусульманская жемчужина. Первая каменная мечеть в СФО притягивает гостей из разных городов России и страны СНГ. В нашей студии Рашид Бултачиев, имам Мухтаси Призанской области. Ас-сраму алейкум и рахматуллах. Мир вам, милости Всевышнего и его благословения. Наша централизованная религиозная организация мусульман Мухтаси Батризанской области была учреждена 21 апреля 2010 года с благословением нашего муфтия, шейха Равиль Хазрат Гайнудина, председателя духовно управления мусульман Российской Федерации. В августе месяце мы получили уже официальное свидетельство о регистрации. Учреждителями этой организации выступили местные религиозные организации мусульман города Касимова, Касимовского района, города Сасова и Сасовского района. С учреждением областной организации стало возможным проведение любых религиозных мероприятий в любой точке Рязанской области, и что позволило ввести эти проведения в правовое русло. У нас много своих красивых праздников, но хочется, чтобы все это как-то объединялось. Были какие-то мастер-классы, что ли, друг для друга. Какие мероприятия интересные у вас проводятся? Интересный мастер-класс у нас проводится в действующей мечети города Касимова по приготовлению татарского национального блюда чак-чак. Все гости и туристы с большим удовольствием приезжают к нам и участвуют в этом мастер-классе. То есть не только мусульмане? Конечно, не только. Абсолютно все. То есть мы всегда открыты для всех. Мы рады даже пригласить и встречать, и рассказывать и об исламе, и о нашей деятельности всем людям. Потому что мы не скрываемся от кого-либо, мы не таимся от кого-то. Мы, наоборот, должны быть открыты и ближе друг к другу. Они знали, понимали, что мы делаем, к чему призываем. А к чему призываете? Вот я хотел сказать, что мы, конечно, призываем к миру в первую очередь. И у нас как раз 14 апреля была большая конференция, всероссийская, научно-теологическая. Это 11-е фаисхановские чтения «Ислам Рязанской области. Прошлое, настоящее и будущее». И мы специально там показали обычный ролик. Он называется «Ролик о добре», где простые люди, будь то в разных регионах он снимался, переводят бабушку с одной стороны дороги на другую, убирают какой-то большой кирпич с дороги, помогают поймать коляску с ребенком, которая по незамечанию, по упущению матери покатилась на дорогу. Даже там есть, где утка со своими маленькими тяслами переходит через дорогу, и машина останавливается, чтобы пропустить их. Говорите о том, что главное-то в том, что все мы люди прежде всего, а к какой религии мы относимся, это уже вопрос другой. Конечно. И если каждый из нас сделает хотя бы маленькое хорошее дело ради другого человека, ради другого животного или ради общего блага, то и наш общий мир станет даже не чуть-чуть, а намного краше и намного добрее. О каких-то своих особенных традициях расскажите, пожалуйста. У вас особое отношение к женщинам, у вас особые блюда, особые праздники. Хочется вас понимать. Основные особенности ислама – это два больших праздника. Ураза Байрам, который праздновается после Великого Поста, обязательного поста, праздник разговения. И Курбан Байрам – праздник жертвоприношения, истоки которого выходят в далекое прошлое к пророку Аврааму Ибрагиму, когда мусульмане совершают обязательное паломничество хадж, посещая святые места в Мекке, в Саудовской Аравии, и приносят в жертву именно животных, а не каким образом людей. А наш менталитет сильно отличается от вашего, только если честно? Ну, я сам родом из города Касимова и учился в советской школе, и мне привиты, я даже очень радуюсь этому, именно советские принципы уважения друг к другу, кем бы человек ни являлся и не представлял какую-либо нацию или религию. Потому что все мы живем, во-первых, в одном государстве, на территории одной области, одного города. Мы все ездим в одних маршрутках, ходим по одним и тем же дорогам, да и воздухом дышим одним и тем же. Благо, что вот мы тоже смогли построить молельный дом, и открыть его тоже 14-го числа к нам приезжал главный наш гость, первый заместитель Муфтия Дамир Хазад Мухиддинов, который тоже принял участие в открытии дома и в конференции фаискановских чтений. С молодых ногтей начинается уже прививание каких-то навыков, традиций, отношений ко взрослым. Расскажите об этом. Конечно, есть и по России в целом работают определенные специализированные учебные заведения, будь то мадресе среднего класса, будь то институты, как, например, Московский исламский институт в Москве или Российский исламский институт в Казани, в других городах. Там обучаются люди, уже закончившие среднюю школу. При нашей молельной комнате в городе Рязани существует воскресная школа МакТАП, где дети дошкольного и школьного возраста занимаются, их обучают основам веры. А вот у вас награды интересные, незнакомые мне. Расскажите о них. Вот эта награда с 2009 года в честь 15-летия Духовного правильного мусульмана Европейской части России и как раз за заслуги перед Духовным правлением и за духовное единение, которым я удостоился по итогам нашей пятилетной деятельности, по итогам нашей конференции. Хочу выразить огромную благодарность нашему шейху Муфтиу Равилю Хазрату за оценку моей деятельности, за оценку моей работы и служения на благо общего мира, созидания и доброго соседства. Жазаку Мулахайру. Всероссийская конференция, она стала какой-то новой точкой отчета для новых событий, новых свершений. Какие у вас планы? Нам очень приятно, что эти 11-е чения проводились в городе Рязани, что мы тоже уже способны проводить такие общероссийские научно-теологические конференции. Тем более, что Хусайин Фаисханов, уроженец Нижегородской области, он был тем первым человеком, который не только изучил надгробные памятники в Текие, которые находятся под Касимовым и в городе Касимово, это Текие Шах Алихана и Текие Мухаммад Афган Султана, гробницы, и ввел их в научный оборот. Мы начали цикл сюжетов о Великой Отечественной войне, стали спрашивать наших, таких уже взрослых жителей, и очень много интересных фактов узнали о них. Хочется от вас услышать какие-то интересные вещи, которые вы тоже знаете, например, о Касимове, то есть вот то, что зацепит. Где-то несколько месяцев назад один житель села Подлибки Касимовского района принес мне телеграмму, телеграмму от Сталина, где он выражает благодарность колхозу «Красная звезда», вот колхозу, который работал на этих территориях сейчас Подлибки село, благодарен за то, что колхозники собрали материальные средства, по-моему, даже 100 тысяч, на покупку самолета, целого самолета, и они просят Сталина, чтобы он построил на деньги самолет и вручил его ихнему земляку, летчику, чтобы он мог защищать нашу общую Родину. Давайте поздравим с наступающим великим праздником, Днем Победы всех, кто будет нас смотреть. Война или пуля, она не выбирает, куда ей лететь. И в это время все жители Советского Союза все встали и объединились на защиту своей страны. И тогда же, как я знаю из исторических данных, именно позиция Сталина поменялась по отношению к мусульманам, потому что Муфтий, на тот момент Рамазанов, если не ошибаюсь, именно поддержал защиту нашей Родины от врага. Я бы хотел подарить вашей телекомпании вот такой альбом, который был издан к нашему пятилетию, к пятилетию нашей организации. Здесь как раз фотографии нашей деятельности и нашей мечети, и наши мероприятия, наша общественная жизнь как в Рязани, так и в городах России, как в Москве, здесь как раз наша воскресная школа МОКТАП. Здесь наша деятельность за пять лет. Спасибо, удачи вам. А нашим телезрителям мы скажем до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова